Итак, дорогие коллеги, да, прошу прощения, в первую очередь, за небольшую техническую заминку с начала презентации. Я Середа Александров, технический директор компании «Али Си Аэс», представляю компанию «Али Интернешнл». Пару слов о нашей компании, что она себя представляет. В ее истории путаются даже сами сотрудники компании, потому что она достаточно длинная. Нашей компании в этом году исполнился 101 год. В прошлом году мы отмечали столетие, и компания «Али Интернешнл» берет начало своей истории в 1919 году, когда в Эльзасе была создана небольшая мастерская по производству и ремонту телефонных аппаратов, которая к концу 20 века стала всемирно известной компанией «ЛКТ». К концу 20 века компания стала одним из столпов французской индустрии. Она производила электровозы, атомные реакторы, шлагбаумы, билетопечатающие машины, клала подводные кабели, гнала вино и выпускала газеты. С развитием интернет-технологии с бумом коммуникации было решено перепрофилировать компанию и отказаться от таких прекрасных вещей, как, например, виноградники, шампани. Но зато компания вошла в топ мировых производителей коммуникационного оборудования, и эти позиции еще более усилились со слиянием в 2006 году с компанией «Люсант». Компания «ЛКТ» «Люсант» вошла в топ-5 мировых производителей оборудования для операторов связи и предприятий, и ее история продолжалась до 2014 года, когда все операторские подразделения были куплены компанией «Нокия». Однако подразделение компании «ЛКТ Люсант Энтерпрайз» послужило основой для новой компании «Али Интернешнл», которую я и имею счастье сегодня представлять перед вами, уважаемые коллеги. Чем занимается наша компания? Наша компания занимается исключительно коммуникациями для современных предприятий. Несмотря на небольшой размер, 2,5 тысячи сотрудников, у компании солидные инсталированные базы по всему миру, у нас более 830 тысяч корпоративных заказчиков и обслуживает их более 2900 партнеров. Это очень солидные числа и, что еще очень важно, мы работаем исключительно через партнерскую сеть. То есть никогда, никогда, никогда мы не перетрыгиваем через голову партнера и не продадим напрямую наше решение заказчику. Поэтому мы приглашаем всех в нашу партнерскую семью, если вы интеграторы, если вы разработчик программное обеспечение, приходите к нам, приходите к нашим дистрибуторам и для вас всегда найдется место в нашей экосистеме. У нас большой опыт по разработке внедрения эффективных и высокопроизводительных решений для бизнеса в любые секторы промышленности, ну или народного хозяйства, капиталистического народного хозяйства, как можно было бы выразить сейчас. Где бы вы не находились, если вы заказчик, в каком бы секторе индустрии или какого бы заказчика не адресовали вы, если вы бизнес-партнер, для вас всегда найдется решение из наших портфелей. У нас есть огромная инсталированная база в госсекторе финансов, в транспорте, в гостиничном секторе. Если вы останавливались в гостинице в Европе, с вероятностью 80% вы видите там телефонное оборудование, Alcatel, Dusan Enterprise. Особое внимание мы уделяем здравоохранению, образованию, ну и отдельная трогательная история отношений у нас с сервис-провайдерами, которая тянется, конечно, десятки, десятки, если не сотни лет. Многие из этих компаний присутствуют и в России, в странах СНГ, в наших регионах, но, конечно, солидный футпринт у нас в Европе и Соединенных Штатах. Позвольте мне в течение нескольких минут познакомить вас с портфелем наших решений. Портфель решений сейчас у нас небольшой, если сравнивать его, конечно, с гигантским Alcatel-Lusant. Мы стоим на двух ногах. Одна нога – это IP-сети для предприятий, кооперативный Wi-Fi. То есть, если вам нужны надежные, отказоустойчивые, модульные, высокопроизводительные, безопасные, какие еще масштабируемые, легкие в администрировании решения по построению сети и передачей данных, кооперативный Wi-Fi, приходите к нам, посмотрите на наши продукты. Они вас приятно удивляют качеством и ценой. Вторая нога, на которой мы стоим – это коммуникация и связь. То, собственно говоря, чем я функционально занимаюсь в компании, состоит она из трех таких вот колонн, что ли, да, стоит на трех китах. Это IP-телефонии, мультимедии, коммуникации, он прелис, асмиссии. То есть, это все то, что работает внутри предприятия, обеспечивая связь между сотрудниками. Это корпоративная система телефонии, это корпоративная система конференц-связи, сервера IP-связи. И что еще сюда можно, различные коллаборативные сервисы. Дальше второй кит, на котором стоит эта нога – это контактные центры коммуникационных приложений для вертикальных сетей. Сюда можно отнести, скажем, решение для гостиницы. То есть полностью коммуникации в гостинице под ключ можно использовать при помощи наших решений о котельных хоспиталенте. Также у нас есть решение по созданию центров обработки входящего трафика, контактные центры, решение по оповещению сотрудников и так далее. Ну и третье, это самое, наверное, бурно развивающееся сейчас направление – это решение для облачной коммуникации. То есть это облачное решение Rainbow и решение перехода периода, так называемое Cloud Ready решение. То есть если заказчик не готов полностью перейти на облачное решение по коммуникациям и, скажем, в силу содержания информационной безопасности, он не хочет доверять свои данные облачным провайдерам, он может такое решение установить непосредственно у себя, внутри своего самого периметра. Ну, про облачное решение мы сегодня будем много говорить. Давайте посмотрим чуть ближе на портфель наших продуктов, просто для того, чтобы у вас сложилась такая вот общая картинка, общее представление о том, что делает наша компания. Итак, Rainbow – это облачный коммуникационный сервис, при помощи которого мы могли бы провести сейчас эту сессию, этот вебинар. Сипвайз – это платформа класс 4 и класс 5 со свитч, то есть если есть необходимость обеспечить связью крупное предприятие и небольшое поселение, то мы идем к вашим услугам. Эта же платформа станет основой для облачной телефонной станции, которая запускается во второй половине этого года. То есть во второй половине 2020 года можно будет из облака получить подключение для сети телефона, для облачного клиента, то есть просто получить полноценный сервис, не имея внутри организации никакого оборудования. OpenTouch – это платформа для организации мультимедиа коммуникаций на предприятии, основа гибридного облака. То есть любые коммуникации в предприятии, самые экзотические, можно реализовать при помощи платформы OpenTouch. OmniPCX Enterprise и AXO Connect – это такие рабочие лошадки, корпоративные IP-телефоны, которые до сих пор поддерживают и старые добрые технологии связи. Понятно, что в 21 веке не стоит этим хватиться, но мы единственный производитель сейчас на рынке, который в состоянии собрать 5000 аналоговых телефонов и используя IP вообще. То есть если IP по каким-то причинам использовать невозможно, скажем, нет IP-сети или по соображению информационной безопасности, мы можем это сделать. Ну и наши терминалы – это телефонные аппараты, предназначенные для корпоративного использования. Сейчас производители открытого СИП-рынка, которые могут поставлять такое оборудование для своих заказчиков, можно пересчитать по пальцам одной руки. И мы один из них, мы успешно конкурируем с Иолимпом, с Поляковым, но и с другими уважаемыми конкурентами, предлагая аппараты Alcatelius Enterprise. Enterprise. Давайте посмотрим. Из этих продуктов, как из кубиков, составляются отраслевые специализированные решения. В частности, можно выделить гостиничные решения, про которые я уже говорил. Можно делать решения, которые будут включать в себя систему телефоней, платформу оповещения, делать там запись, включить небольшой контактный центр и обеспечить всем необходимым такое вот вертикальное предприятие. Такие же решения можно сделать для образования, здравоохранения, электронного правительства, потому что масса применений. Давайте теперь посмотрим, в каком состоянии находится рынок в настоящий момент. Итак, мы с вами знаем, что сейчас происходит процесс так называемой диджитализации и цифровой трансформации предприятий. Что это такое? Что такое цифровая трансформация в бизнесе? Это довольно простой процесс взамен на человеческого труда, машинными технологиями, искусственным интеллектом, различными системами автоматизации, IoT и всем, что с этим связано. К сожалению, сокращаются рабочие места, к сожалению, внедряются такие вот машинные технологии, которые заменяют собой живых людей. Почему? К сожалению, потому что, конечно, сокращение рабочих мест достаточно тяжелый процесс. Что мы, как компании-производители систем корпоративной коммуникации, можем предложить вот в эту вот эпоху цифровой трансформации бизнеса? Мы здесь заметили несколько трендов, которые можем оседлать и предложить нашим партнерам и заказчикам оседлать также эти тренды и, соответственно, извлечь коммерческую прибыль из этих процессов и увеличить количество рабочих мест как раз в IT-отрасли. То есть технологии корпоративной связи помогут преодолеть проблемы цифровой трансформации и добавить рабочие места, в то время как в других местах они сокращаются. Итак, к новым моделям использования коммуникации мы относим следующие тенденции или обстоятельства. Вот Dial-Tone. Отрасль переходит к сессионным взаимодействиям. Что скрывается за этими мудреными терминами? За этим скрывается очень простое явление. Если раньше сеанс корпоративной связи выглядел как телефонный разговор между двумя сотрудниками, после чего они клали трубку и расходились там дальше печатающих машинок. Сейчас это может быть многостороннее взаимодействие, которое начинается с текстового чата в мессенджере, потом оно переходит в разговор голосом, потом оно может перейти в многоточечную конференцию и закончится видеосеансом с показом экрана, что мы сейчас наблюдаем на своих компьютерах. И все это коммуникационная система должна уметь. Отфиксированные к мобильной связи здесь без комментариев. Понятно, что больше и больше сотрудников означается мобильными средствами коммуникации и это тенденция, от которой никуда не деться, потому что офисное пространство стоит денег, дома коммуникации стоят на порядок дешевле, чем в офисах для юридических лиц, и я вот самый ярый такой апологет перехода на удаленную работу. О чем, собственно говоря, и следующие пункты. От рабочего времени всегда на связи. То есть если есть какой-то запрос, и я могу на него ответить без того, чтобы рушить свой досуг, я могу легко это сделать при помощи средств подавленной работы. Дальше новые технологии. Смотрите, это правый верхний угол. Отрасль переходит от закрытых стандартам к открытым. Опять же, нет ни одного заказчика, который сказал бы, да, дайте мне какую-то такую технологию, которую я смогу пользоваться только на базе ваших продуктов. Понятно, таких безумцев сейчас нет. Заказчики предпочитают открытые стандарты и интеграцию с открытыми системами. Сюда же относятся так называемые концепции BYOD, bring your own device, то есть принести с собой свое устройство и сам на нем работать. Это сокращение расходов для работодателей, с одной стороны, с другой стороны, это удобство для пользователей. То есть такая ситуация в Индии. Всем хорошо, каждый использует то устройство, которое ему больше нравится. Переход к беспроводным коммуникациям. И очень интересный момент, это переход от ручных коммуникаций к автоматизации и от человека, ориентированных коммуникаций к ботам и искусственному интеллекту. Это напрямую связано с интеграцией, например, с IoT, с интернетом вещей. Интернет вещей вообще такая интересная очень концепция, интересное явление. И мы считаем, что единственным элементом, который может раскрыть весь потенциал IoT, является, как ни странно, системой корпоративной коммуникации. В противном случае, человечество просто утонет в многочисленных интерфейсах IoT и запутается, отвергнет этот подход из-за его чрезмерной сложности. Ну и к новым моделям бизнеса относится, естественно, переход к модели как сервис или к опексной модели. То есть заказчики все меньше и меньше. И если меня слушают потенциальные заказчики, потребители, подтвердите мои слова, все меньше и меньше есть желающих приобрести систему в собственности и все больше тех, кто желает пользоваться корпоративными коммуникациями как сервис. Ну, все это было прекрасно, обеспечивало рост бизнеса. Такие вот зелененькие росточки пробивались новых технологий диджитализации бизнеса. Пока не настал роковой 2020 год, который, ну, посмотрим, что случится с мировой экономикой, но оказалось существенное влияние на развитие мирового хозяйства в целом. Посмотрим же, что случилось с тенденциями, с новыми вызовами рынка. Уйдет ли от нас диджитализация, идет ли от нас цифровая трансформация, отнюдь нет. Она как была, так и останется на месте и все тенденции, про которые я говорил, все останутся, и если что рост замедлится. Но на первый план выходят те тренды, которые обеспечивали автономность и изоляцию работников. Да, они уже были, мы не придумывали ничего нового и не предлагаем вам сейчас ничего нового, мы просто предлагаем обратить внимание на то, что есть в нашем портфеле уже достаточно давно. Что это такое? Это, во-первых, обеспечение удаленного доступа, переход к мобильной связи, переход к автоматизации, переход к искусственному интеллекту и к моделям как сервис. Вот, собственно говоря, наш подход, наша продигма на время кризиса, пока он не имеет. Какую помощь участникам рынка мы можем оказать в кризис, учитывая все вышесказанное? Как нетрудно догадаться, это технологии задействования удаленных сотрудников, то есть обеспечения непрерывности бизнеса, когда сотрудники сидят по своим домам. Да, это очень простая идея, идея, но очень эффективная, без этого никто не может сейчас обойтись. Что мы можем с этим сделать? Мы можем, во-первых, предложить для существующих заказчиков использовать удаленные клиенты для наших систем. Да, это простой, простой, понятный подход, но не все владители системы коммуникации могут так вот щелчком пальца взять и включить эту опцию. Мы можем. У нас есть для этого средства. Обратитесь к нашим партнерам. Они расскажут, как это можно сделать. Облачный сервис Rainbow. Это то, о чем мы сейчас еще поговорим. И дальше ДЭК-решение для здравоохранения. Вот удивительно, что в 2019 году была сделана специальная модель ДЭК-терминала, который предназначен для больниц и позволяет производить легкую дезинфекцию. То есть он специально разработан и его очень легко, очень легко обеззараживать. Кто бы мог подумать в начале 2019 года, что он так пригодится в 2020. Давайте посмотрим. Время, к сожалению, поджимает. Давайте посмотрим на два самых важных наших предложения в деталях. Непрерывность обслуживания клиентов для установленной, для инсталированной базы обеспечит IP-десктоп-софтфон. Это приложение для персонального компьютера, которое передает голос по IP. Это обычный программный телефон, но он несет в себе 100% функциональности наших коммуникационных платформ. Он представляет собой программную эмуляцию аппаратного телефона, который получил множество наград за дизайн, за экономику, за все прочее. И работает на платформах Windows и Macintosh. То есть это программный клиент. Еще одна его разновидность работает на платформе Android. Вот, собственно говоря, все, что про него можно сказать. Теперь Rainbow. Это облачный сервис, который предназначен для организации работы в командах, в группах. У него есть некоторые отличительные особенности. Это облачное приложение и коммуникатор для делового применения. Вы мне сейчас скажете, у нас есть WhatsApp, у нас есть Viber, Telegram. Все хорошо у нас. Да, спасибо, не надо. Давайте не будем торопиться. Посмотрим, чем хорош Rainbow. Так же, как и любые мессенджеры, он готов к использованию после самостоятельной установки пользователей. Функционирует одинаково абсолютно на всех платформах Windows, MacOS, iOS, Android или в браузере. То есть он поддерживается под Linux, под любыми экзотическими системами. И он обдиспечит непрерывным бизнесом, обучением, обслуживанием клиентов и полной изоляцией сотрудников. Производительность этого сервиса была увеличена в течение 13 недели в два раза. Сейчас на нем работают 2 миллиона пользователей. Их количество постоянно увеличивается. И один из элементов Rainbow – это так называемый freemium режим. Можно любой желающий прямо сейчас может из магазина приложений запустить Rainbow и начать им пользоваться без информации об оплате, без гарантии оплаты, без регистрации, без телефонного номера, без USB. без просто взять и начать пользоваться. Rainbow готов обеспечить совместную удаленную работу команды. Не буду детально описывать все его функции. Сейчас он масштабируется достаточно хорошо, поддерживает до 50 пользователей с разделением с видеопотоками, с разделением экрана, с текстовым чатом, с обменным документами. Есть некоторые ключевые особенности. Давайте на них посмотрим. И на этом я, наверное, завершу свой обзор. Смотрите, очень важный момент. Ali International является единственным европейским поставщиком UCAS решения. Ali International находится под зонтиком европейского GDPR, что в корне отличается от подхода американских компаний, у которых свои правовые регуляции. Мы гарантируем, что, пользуясь Rainbow, ваши данные никогда не будут применены в третьем лице, и будут использованы в целях маркетинга или статистики. Это очень важное на сегодняшний день замечание. Дальше. Ну, гостевой доступ в конференцию, мало кого им сейчас можно удивить. Поддержка Android TV для конференц-комнат. Для разработки специальный клиент для сет-топ-боксов на Android. Что такое сет-топ-боксов? Это дешевое китайское устройство, которое стоит 20-30 долларов. Ему можно подключить в камеру, и оно вот так вот раз, по щелчку пальцев, превращается в видеотерминал, который может совединить с собой кодек стоимостью 5-6 тысяч долларов, как это было раньше, и таким образом обеспечить групповую работу внутри конференц-комнаты, естественно, когда человек в этих конференц-комнатах вернется. Интегрированные файловые хранилища, открытые API для создания ботов. При помощи Rainbow можно создавать корпоративных ботов. Вот о чем была речь про интеграцию с IoT. Бот – это ключевой такой элемент искусственного интеллекта, который может делать массу полезных функций. Например, приветствовать, сотрудник приветствовать клиентов интернет-магазина, давать первичную информацию по поддержке, устанавливать пароли и так далее, и так далее. Если раньше этим занимался человек, и программа сейчас этим может заниматься бот внутри коммуникационной системы. Представьте, что у вас внутри телефона уже работает искусственный помощник, который дает вам некую готовую функциональность. WebRTC Gateway – часть экосистемы Rainbow, возможность из облака получить СИП-транк для специалистов. Для чего это нужно? Как связать облачную систему с обычной коммуникацией, с телефонной сетью? Как правило, говорят, а зачем вам это нужно? Поставьте клиента, ну не буду называть эти компании, поставьте клиента всем, с кем хотите общаться, и общайтесь с вами с здоровьем. А если это телефон, что тогда делать? Ставить шлюз, городить огород? Ну вот у нас для этого есть WebRTC Gateway, есть его облачные инкарнации, то есть можно при помощи СИП-транков связывать нашу облачную систему с внешним миром. Дальше. Возможность создать и не стрелять, закрыть от всех приватную компанию. Вы можете прямо сейчас себе, своим детям, супруге, там и близким людям поставить Rainbow, создать для себя приватную компанию, и никто никогда не напишет вам ни единого сообщения из внешнего мира. Да попробуйте сделать так вот. И так далее, и так далее, и так далее. Одинное предложение для Mac и ПК. Не требуется телефонный номер для регистрации работы, режим вебинара и облачная АТС. Дорогие коллеги, время, к сожалению, не подходит к концу. Всего рассказать невозможно. Спасибо огромное за внимание. Спасибо огромной компании Softprom за чудесную платформу, за потрясающее совершенно мероприятие. Мы достаточно зрелый вендор. У нас есть развитая система в России и странах СНГ. Мы опираемся, как я уже говорил, исключительно на бизнес-партнеров. Всех бизнес-партнеров приглашаю в лицо в нашу семью. И еще раз, еще раз позвольте пожелать вам здоровья, удачи, успехов. И не забывайте про нас. Вы нам нужны, мы вам нужны. У нас есть ключ к нашему общему успеху. Спасибо, дорогие коллеги. Спасибо и вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.